Топ-топ! Зози! Топ-топ! Зози, ты хулиганишь? Малышка! Ой, бежим, бежим, мы спешим куда-то. Ну, мывая гриль, у меня тут такая авария произошла. Надо было срочно к Зое отбежать, и, видимо, там накапало масло. Ну, вот это не масло, а жир. И оно все вспыхнуло и горело тут. И пока я пришла, уже весь гриль обуглился, вся стена была в зале. Стену я более-менее отмыл, но я ее все равно красить буду. Вот здесь он был просто черный, закопченый. Вот еще желтизна осталась, но я думаю, я ее смогу отмыть средством, как-нибудь типа средства для туалета или что-нибудь такое. Поднос вот этот достается. Я уже все отсюда достала. Помыла вот эти решеточки. Примерили Киры на костюм. Пока великоват. Залеки, надо погладить, да? Гриль, кстати, я отмыла. Вон она все блестит, как надо, как было. Здесь все отмыло. А вот это уже подпалено, то есть с этим уже ничего не сделаешь. На максимум ставлю для стейков. Вот они уже порозовее стали. Кислород себя вовзяли. Вот это вот, кстати, фиг знает, оно чуть-чуть заржавело. Стейком растапливаю сливочное масло и чесночок вот это все отертый. И сюда сейчас добавлю какой-нибудь зеленушки. И когда стейки на гриле будут готовы, сверху их намажем и положим отдыхать в контейнер. Вот они, мои красавчики. Перевернула и уже на этой перешетке, которая готова, сторона вот этим маслицем помазала. Все, буду снимать, чтобы они валдан, не дай бог, не стали. Все, положила в контейнер. Обмотала полотенцами, чтобы тепло оставалось. И я вставляю отдыхать минут на 5-10. Но я думаю, в этот раз будет 5 достаточно, чтобы они не переготовились. Готово дело. Стейк наш. Огурчики. Грибочки. Приступаем. Кирюша запускает змея. Тебе нравится, Кирюш? Киран, не подходи к другим людям. Видишь, он может упасть на них. Пока у меня все готовится, дети спят, урок я закончила. Сейчас вот сижу, монтирую видео в ускоренном варианте для своего арт-канала. Как рисовать волосы. В частности, в пучке волосы. Это половина этого видео с моего мастер-класса по волосам. Там большой мастер-класс, очень долгий был, не помню уже сколько часов, больше 4 часов. И там и кудрявые пучки, и все мы проходили. И вот после мастер-класса не давало мне покоя, что он не дорисованный. И я вот еще его дорисовывала. То есть вот эта зарисовка на самом мастер-классе очень мало места заняла. Я ей лицо потом после мастер-класса дорисовала и так далее. Ну и как бы сами ученики, которые у меня смотрят мастер-классы платные, они только за, чтобы я делала на арт-канале такие таймлэпсы. Потому что на мастер-классах это многочасовое. А потом, когда таймлэпс можно посмотреть в прогрессе вот эту всю работу быстро, то это очень хорошо помогает усваивать материал. Материал хорошо и тем, кто не может себе позволить по тем или иным причинам мастер-классы. И тем, кто на них был, освежить в памяти. Плюс еще это, учитывая, что я дорисовала вдвое дольше, то получить больше информации. Плюс еще это, учитывая, что я дорисовала вдвое дольше. Продолжение следует... Ура! Приехал новый комп. Вот это старый комп, который я отдавала в ремонт. Я об этом вам рассказывала. Он с виду как новенький, красотулечка. Но я его так и не починила. Почему не починила? Потому что за починку, за сервис, то что его диагностировали, я отдала 70 фунтов с чем-то. Но его можно выкинуть в помойку, потому что починить его стоит полторы тысячи фунтов. Это комп 19-го года с тачбаром и так далее. Его, если вы не в курсе, залила моя дочка молочком своим. Так как его починить было очень дорого, то есть комп 20-го года уже стоил дешевле, я заказала новый комп. Но я заказала его, конечно, гораздо дороже за 2,5. Также и вот этот стоил 2,5, потому что так как я монтирую и рисую на фотошопе, мне нужен очень мощный комп. Тоже 13-шка, 20-го года. Сейчас буду распаковывать. Ну что, The Last of Us 2 куплен. Выпуски Deluxe с артбуком. Посмотрим, что там за артбук. Осталось 3,5 часа до того, как я могу начать играть. Сегодня премьера. После школы в парке. Вся трава выжухла. Желтое солнце все выпалило. Дозе бегает, хулиганит. Кирюша ее ловит. Не беги давай. Пузико, арбузико вся в печеньке, испачканная. Маленький Маугли. А кто Маугли? Сестра твоя Маугли. Детя джунглей. Приготовила ужин. Это по вкусу будет что-то типа фаршированных перцев. Только это ленивые перцы, где я нарезала просто перчики. Хотя на самом деле по затрате времени одинаково абсолютно. Что так, что так делать. Ну просто так удобнее дети смогут кушать. Фарш пережаренный с перчиками, лучком карамелизованным. Отдельно сварила рис, потом сюда переложила, все перемешала. Дофига всяких специй, соусов. Соевый соус использовала, совсем чуть-чуть кетчупа. Чеснока много, черный перец, соль, хумели-сунели. Ну короче, там очень много разных специй. Перечислять даже и смысла нет. Можно то же самое сделать, просто пережарив с луком, черным перцем и солью. И будет вообще отлично. Зоя, это кто у тебя? Тигр. Тигр, да? Если она убит. Зоя косички первый раз в жизни заплела. Оказалось, что это непросто сделать накудрявые волосы. У бегающего ребенка. Мам, смотри, как она удела. Показывай. Да. Ой, догоню тебя сейчас. Догоню тебя сейчас. Догони, догони, догони. Зоя, дай маме, принеси маме. Ты просто идешь к маме. Красота, мам. Танцы, танцы. Хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Мам! Садись. Красота, мамина. Золечка. Продолжаю тестировать. Все от Форева. Я сейчас пока отзыв не могу сказать, потому что я не пользовалась. Я не обязуюсь говорить, что это хорошая вещь. То есть мне прислали это на обзор. Я это тестирую. Если это мне нравится, я говорю, что мне это нравится. Если мне это не нравится, я говорю, что мне это не нравится. Давно было интересно попробовать. Я умываюсь вот такой штукой из праймарка. То есть это вот такая силиконовая штучка. Между пальчиком зажимается. И умываюсь ей. Умываюсь я обычно вот с биодермой. Уже купила такую бадью, поэтому пользуюсь ей. Мне вообще она не понравилась. Она хуже, чем гарнир. Намного и при этом дороже. И запах у нее, кстати, один в один. Это новая Форева Луна Мини 3. Все поставлю ее заряжаться. А потом уже пойду ее пробовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Люблю, конечно, всех. Ну а Зозу больше всех.